Добрый вечер всем, кто сегодня Добрый вечер Добрый вечер, дамы и господа На телеканале Фаворит Заключительные бои в этом году Заключительные бои из открытой арены Сафари Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом И для открытия боев приглашаю почетного президента спортивного клуба Сафари Встречайте Александр Попов Добрый вечер В этом году, наверное, самое большое достижение нашей бойцовской лиги Это Жуков, который говорит все громче и громче Но он говорит так эмоционально, что, я думаю, заряжаются бойцы этой положительной энергии Этот год для бойцовского клуба прошел очень удачно Это первое место на чемпионате мира общекомандное в Таиланде Это чемпионат Европы, первый, который прошел в Украине по таиландскому боксу Это много ярких молодых ребят, которые прошли через этот ринг И я думаю, у этих ребят есть большая перспектива Сегодняшним турниром мы заканчиваем серию боев 2013 года И следующая встреча у нас состоится в 2014 году Это будет в 20-х числах января И вплоть до марта месяца будут проходить отборочные поединки Среди спортсменов, которые претендуют на поездку на чемпионат мира 2014 года в Бангкок Соревнования будут проходить по всем разделам Начиная от любительских, заканчивая профессиональными И я думаю, что каждый из поединков 2014 года будет очень интересный У нас, как всегда, яркие и интересные события Помимо сегодняшнего закрытия, завтра наш боксер Руслан Кушниренко Будет боксировать в финале с тайцем Самого престижного турнира по муэйтай, тай файт И я надеюсь, что мы все будем за него болеть И он почувствует нашу поддержку И выиграет самый престижный турнир в мире среди бойцов муэйтай Ну а то, что происходит сегодня Я думаю, у нас сегодня приехали гости с разных концов Украины Приехали гости из Беларуси Я думаю, сегодня бои будут интересные И у прекрасного вида спорта муэйтай и ММА Будет больше сторонников Вы будете приходить в залы Будете тренироваться и защищать честь Харькова и Украины Ну а напоследок хочу сказать, что Новый год скоро Буквально через неделю Я хочу пожелать всем здоровья Физического, морального И всего самого наилучшего в следующем 2014 году Спасибо Спасибо Это был почетный президент спортивного клуба «Сафари» Александр Попов Ну а сегодня нас ждет шесть боев, в которых будут представлены бойцы из городов Харьков, Кременчук, Одесса и город Минск Мне остается представить судейскую бригаду Главный судья Олег Боровицкий, судья международной категории Заместитель главного судья Антон Бланк, судья международной категории, мастер спорта Украины международного класса Судья Андрей Марчук, мастер спорта СССР, судья международной категории Судья Богдан Лукин, заслуженный мастер спорта Украины, шестикратный чемпион мира, судья международной категории, Харьковский национальный университет внутренних дел И судья Натан Боровицкий, судья международной категории, чемпион мира. Я прошу судей занять свои места. И, конечно же, объявляю о начале боев. Первый бой. Мой тай. Аматоры. Вес до 71 килограмма. Рефери в ринге Богдан Лукин. В красный угол приглашается наш земляк из Харькова. Представитель спортивного клуба Харьков ТОП ТИМ. Встречайте! Денис Бентега! Денис Бентега! Харьков спортивный клуб Харьков ТОП ТИМ. Против него выступает наш гость из города Кременчуга. Боец спортивного клуба «Боец». Встречайте! Виталий Арефьев! Субтитры подогнал «Симон»! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Пятница вечер! Последняя бойцовская пятница уходящего года. Профессиональная открытая бойцовская арена «Сафари» Муай-тай. Вес бойцов до 71 килограмма. Встречается боец из Харькова Денис Бентега с бойцом из Кременчуга Виталием Арефьевым. Наш боец в красной защитной экипировке. Кременчурский боец синий. Их можно легко отличать. Бои проходят по аматорским правилам. Да, по любительским правилам. Это разогрев. Все шли от основного события. Профессиональных боев. Пока любители показывают свое мастерство. Мы хотим показать на своих турнирах, что спортом могут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и дети, любители так называемой «белые воротнички». То есть любители уже большого возраста. Кому за 40, за 30. Я думаю, скоро, дорогие телезрители, вы увидите проект «Турнир белых воротничков». Арена «Сафари» развивается. Сейчас пока идет равная борьба. Плотный бой такой. Да, плотный бой, обмен, вот, клинч. У харьковского бойца первый бой. По правилам муай-тай, это представитель ММА. Сейчас хорошо так руками поработал. Решил попробовать свои силы муай-тай. Сейчас пропустил навстречу удар в город. Бои проходят при поддержке департамента по делам семьи, молодежи. Спорта Харьковского городского совета. Организаторы. Всеукраинский интернет-провайдер «Триалан». Харьковская областная федерация аматорского муай-тай. Харьковская областная федерация аматорского К1. Всеукраинская федерация фрифайта и контактных единоборств. Президент Украинской федерации ММА Олег Рашкевич. Украинский центр спортивно-культурных традиций Таиланда. Адрес проспект Московский, 47. Safari Hall адрес проспект Московский, 47. Safari Gym спортивный клуб адрес проспект Московский, 47А. Кстати, спортивный клуб Safari Gym объявляет набор в секции тайского бокса для детей и взрослых. Проспект Московский, 47А. Итак, второй раунд у нас. Формула боя 3 раунда по 2 минуты с перерывом 1 минута. Да, это любительский бой. Стандартные правила. Тем не менее, желание победить далеко не любительское. Не любительское, да. Скажи, а в Таиланде, когда любители выступают, у них тоже 3 раунда по 2 минуты? Любительские правила одинаковые во всем мире, да. На чемпионате мира любительские бои тоже 3 раунда по 2 минуты. Форматоры держатся 3 по 3. Профессионалы 5 по 3. Наш боец неплохо так пловит ногу соперника. Пловит, но не пользуется. Заловлю ноги баллы не дают. Надо попадать. Вот сейчас кременчурский спортсмен набирает очки, попадает, опять попал. Да, нашему надо выходить из угла, пропускает нога удара руками прямо. Неплохой боковой. Кременчурский спортсмен более точный. Денису Бендеге приходится тяжело в этом бою. Бойцы уже подустали. Любители еще не умеют распределять. Да, сразу риском взяли. Силы пошли с места в карьер. А на них не надета защитная кембридровка на локте нашего бойца. А он не бьет локтями. Не бьет локтями, да, значит? Ага. Сейчас больше работают так. Харьковский поет джебами, а кременчурец сейчас полез к клинч. Звучат аплодисменты бойцам за демонстрацию красивого боя. А я продолжу информацию об организаторах и постоянных партнеров открытой арены «Сафари». Харьков Топ Тим, спортивный клуб, адрес улица Космонавтов 3. Харьков Топ Тим, настоящий ММА для всех. Постоянные партнеры арены «Сафари». Клуб-отель «Сафари», адрес улица Милиционера 23А. Фитнес-клуб «Сафари», адрес проспект Московский 51А. Здесь есть все для вашего здоровья. Фитнес-клуб «Сафари». Фирма «Стиль Сафари», все, что нужно для спорта и здорового образа жизни. Проспект Московский 47. Туристическая фирма «Сафари Турсервис», адрес проспект Московский 47, второй этаж. Охранное агентство «Инекс», адрес улица Маршала Бажанова 4. И у нас заключительный раунд. Третий раунд у нас. Боец из Кременчуга сразу пошел вперед. Чувствует, уже видно, что выигрывает. Попал справа с бопу. Сейчас попал в фронт. Неплохо через корпус. Харьковский боец пытается пройти. У него, кстати, хорошо получилось. Видно, секунданты подсказали, что делать, когда на него соперник идет с прямыми ударами. Просто устал сильно. Хорошо попал, да, молодец. О, хороший удар корпус. Джеб. Неплохо ушел от джеба. Сейчас пропустил. Попал на бой, попал в лоу, пропустил голову, бьет колени. Да, наш харьковский боец. Мало опыта в клинче. Удивительно. Боец ММА отдал клинч. Сейчас даже коленом неплохо попал пару раз. Плотный бой. Да, бойцы не стесняются. Попытка удара в печень. Далеко начинается. Да, да, да. Пропускает навстречу фронт. Сейчас попал дважды по корпусу. Да, бойцы сильно устали. Конец боя. Попал боец из Гременчуга. Звучит гон. Мы ждем решения судей. Прекрасный бой. Прекрасный бой продемонстрировали бойцы. И сейчас рефери в ринге Богдан Лукин соберет судейские записки. И вот знаем имя победителя. Итак, победу в этом бою одержал Виталий Арьев. Кременчук спортивный клуб. Боец. Сегодня у нас три боя. Харьков-Кременчук. В неофициальном зачете Кременчук ведет 1-0. Сняли шлем, отделили медаль, поблагодарили бойца из синего угла. Он сегодня победитель. Виталий Арьев наш гость из города Кременчуга. Второй бой. Муай-тай аматоры. Вес бойцов до 63,5 килограммов. Три раунда по две минуты. Рефери в ринге Андрей Марчук. В красный угол ринга приглашается Боец из города Харькова. Спортивный клуб Сафари. Встречайте Павел Юрченко. Встречаем аплодисментами Павел Юрченко, наш земляк. Против Павла выступает боец из города Кременчуга. Спортивный клуб «Боец». Встречайте. Тарас Корниенко. Тарас Корниенко. Кременчук. Спортивный клуб «Боец». Тарас Корниенко. Тарас Корниенко. Тарас Корниенко. Тарас Корниенко. Поряд земной президент клуба Сафари Олександр Попов. Александр, расскажите нам о перспективах в следующем году. Что нас ждет и ждет зрителей? Я надеюсь, что в следующем году мастерство спортсменов еще подрастет. Я думаю, что бои будут продолжаться регулярно. Количество поклонников «Единоборс» будет расти в городе Харькове. К нам не будут бояться приезжать спортсмены из других городов, потому что некоторым из наших бойцов мы не можем подобрать соперников в Украине. Я надеюсь, что они переступят через свой страх и приедут к нам. Я надеюсь, что программа будет более разнообразна, потому что просятся уже на этот ринг и спортсмены, занимающиеся боксом, и спортсмены, культивирующие Кейван. Поэтому я думаю, что на этих боях всегда будут сюрпризы и приятные сюрпризы для харьковчан. Спасибо. Так, второй бой. Второй бой – муэй-тай. Рисовая категория спортсменов до 63,5 килограмм. Павел Юрченко – Харьков. И Тарас Корниенко – Кременчуг. Сейчас Павел Юрченко исполняет «Вайкру». Тарас Корниенко решил обойтись без исполнения. Да, смотрю, секунданты из «Кременчуга» с таким умилением смотрят на «Вайкру» Павла Юрченко. Может быть, запоминают какие-то движения. Боец, понятное дело, сосредоточен на другом. Не, он в хорошем настроении. Сегодня я видел Павла перед боями. Улыбался, веселый. Посмотрим. Я думаю, побои он будет видно. Павел, не спеши. Получает, как говорится, удовольствие от процесса. Устраивается на бой. «Вайкру» – это своеобразная форма активной медитации, настроя. Павел уже хорошо знаком с зрителем спортивной арены «Сафари». Хороший боец, зрелищный. Да, он уже провел несколько профессиональных боев. Сегодня он дерется по любительским правилам. Молодой. Павлу 16 лет. Его оппонент уже взрослый мужчина, 22 года. Павла, красивая экипировка на ногах. Такая очень с Таиланда, наверное, да? Да, это щитки известной торговой марки «Топ Тинг». «Топ Тинг» спонсирует проведение таких турниров, как «Тай Файт», о которых сегодня рассказывал Александр Викторович Копов. 22 декабря состоится финальное событие турнира «Тай Файт» на Королевской площади в Бангкоке. В прошлом году по билетам зашло 36 тысяч человек на это мероприятие. Как на хороший боксерский поединок, да? Мирового масштаба. Да. Присутствовало все высшее руководство страны. И очень почетно опять Украина представлена на этом мировом действии. Представитель нашего спортивного клуба, Харьковского спортивного клуба «Сафари» национального университета внутренних дел. Руслан Кушнеренко, Руслан Инспектор, будет представлять Украину. Он дошел до финала. Выиграл отборочные бои. И в финале сразится с тайским бойцом за хорошие премиальные деньги. А тем временем Павел Юрченко увлеченно исполняет танец в «Экру». Да, хорошо так прочувствовал музыку, входит в ритм. В этом все-таки что-то есть. Не зря это с древности пошло. Боец, наверное, входит в ритм, отвлекается от проблем, которые ему окружаются. Да, настраивается. Конечно. Я скажу больше, все народы всегда воевали под музыку. И у казаков были боевые музыканты. И на Руси шли всегда под рожки. Потом появились духовые оркестры. Просто в некоторых странах традиции утеряны или забыты. А тайскому народу удалось сохранить традицию. Какое такое психологическое воздействие? Перерубил напополам большим вручным мячом. Решил не стрелять ни из лука, не ловить. Прекрасный рок-ру. Сорвал аплодисменты зала. Сегодня очень плотно забит зал. Как говорится, негде яблоко упасть. Интересные бои. Да. Бойцы из Кременчуга уже выступали на нашей арене. Мы их видели. Хорошие волевые ребята. Да, так сразу начинают без разведки. Посмотрим, как все. Первый раунд. Да, первый раунд. Правила те же. Три раунда по две минуты. С минутой перерыва. Да, как видим, боец из Кременчуга решил пойти вперед сразу. Без разведки. Павел тоже без разведки ударил по корпусу и сразу попал. Контролирует, улыбается. Клинч. Плотная борьба в клинче. Высокий фронт был только что. Заигрался Юнченко, пропустил удар в корпус, сразу отдал. Тарас Корниенко сделал прихват, но не сумел воспользоваться и проиграл эпизод в клинче. Хорошая колена от Павла Юршенко. Если вы заметили, Павел стоит в такой низкой стойке с наклоном. Хороший бой, соперники достойны друг друга. Никто не тушится. Юршенко промахивается рукой и попадает коленом. Да, 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 вовремя вставил. На самом деле, коленом попасть гораздо труднее. У нас перерыв. Информация о наших постоянных партнерах. Партнеры открытой арены Сафари. Охрана агентства Инекс. Адрес улица Маршала Бажанова, 4. Кафе Сиам. Настоящая тайская кухня. Адрес проспект Московский, 47, второй этаж. Ресторан быстрого питания Chicken Hut. Адрес проспект Московский, 49. В Сафари арена выражает благодарность нашим постоянным партнерам. Заводу Березовские минеральные воды. И лично генеральному директору Тимошевскому Дмитрию Викторовичу. Березовская вода, чистая вода для чистых побед. Березовская вода, чистая вода, чистая вода для чистых побед. Плотно начали бойцы сразу. Да, сразу ринулись в бой без разведки. Боец из Кременчуга получил накрутку у себя в углу. Пытается перехватить инициативу. Юрченко инициативу не отдает. Попадает локтями, коленями. Тарас Корниенко только что пытался сделать заднюю подножку. Она запрещена по правилам муэйтай. Юрченко удар с разворота. Низко держит голову Тарас Корниенко. Очень опасно отдает все время клинч. Павел Юрченко сейчас, по-моему, дал инициативу в свои руки. Да, несмотря на возраст, перехватил инициативу. Получил замечание. Увлекся боем. С коленом хотел встретить. А встретил, встретил. Если вы заметили, клинчевский боец сложил руки в том месте, где пропустил удар. Как раз попал хорошо коленом под руку. Локоть навстречу. У нас еще 15 секунд в этом раунде. Юрченко пропускает два удара. Хорошо работает коленами локтями. Так уверенно подходит прямо. Не боясь. Прямо каких-то встречных ударов. Он уклоняется. Он от прямого уходит назад. Оставляет вместо себя колено. И потом идет в ближний бой. У нас перерыв. Ну и еще о наших спонсорах и наших партнерах и друзьях. Химфарм Завод. Червоная зерква. Акваспрей. Дыши свободно. Акваспрей. Идеальный уход за полостью носа. Акваспрей. Избавит нос и горло от микробов, вирусов и пыли. Венатон. Легкость ног в течение дня. Герпикон. Герпес под прицелом. Гриппомед. Быстро снимает симптомы простуды и гриппа. Содержит суточную дозу витамина С. Одна упаковка на курс лечения. Лицензия МОЗ номер АВ 580-049 от 12.13.12. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Навстречу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбил опору, ударил в голову Павел Юрченко. Удар в корпус. Кременчужский спортсмен уже отпускает руки от пропущенных ударов в корпус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подхватил, ударил в воздухе. Все в рамках правил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефер из пас бойца из Кременчуга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особым шиком считается подкрутить соперника. И пока он летит, попасть в воздухе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Юрченко тоже устал. Забирает ногу, опору выбить не может. Разворота ударил локтем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удар локтем снизу Колено Звучит гонку И мы ждем решения судейской бригады Рефери в ринге Андрей Марчук Собирает судейские записки И сейчас мы узнаем решение судей Но мне так кажется, что Харьков Сравнял счет 1-1 Но не будем забегать вперед Боксеров просьба подойти к середине ринга Победу в этом бою одержал Павел Юрченко Город Харьков Спортивный клуб Сафари Харьков-Кременчук 1-1 Просьба не уходить Награды Медали и дипломы Аплодисменты Павлу Юрченко Заслуженно Заслуженно получает свои аплодисменты Павел Юрченко И давайте поаплодируем нашему гостю Тарасу Корниенко из Кременчуга У нас третий бой Муай-тай Аматоры Вес спортсменов Бойцов до 71 килограмма Три раунда по две минуты В красный угол ринга Приглашается боец Из города Харькова Спортивный клуб Высота Сафари Встречайте Денис Коловин Денис Кременчуга Ждем Дениса Коловина Ну что ж, пока Денис Кременчуга Поднимается к нам по лестнице на третий этаж сафари-холла. Я напомню о том, что бои проходят при поддержке Департамента по делам семьи молодежи спорта Харьковского городского совета. Организаторы всеукраинский интернет-провайдер Триалан, Харьковская областная федерация аматорского Муэйтай, а также Харьковская областная федерация аматорского К1. Всеукраинская федерация фрифайта и контактных единоборств. Президент Украинской федерации ММА Олег Рожкевич. Украинский центр спортивно-культурных традиций Таиланда, адрес проспект Московский 47, Сафари-холл, адрес проспект Московский 47, именно здесь проходят бои. Сафари-джим, спортивный клуб, адрес проспект Московский 47А. И Харьков Топ Тим, спортивный клуб, адрес улица Космонавтов 3. Ну что ж, давайте второй дубль попробуем поприветствовать нашего земляка из спортивного клуба Высота Сафари. Я еще раз объявляю Денис Коловин! Наконец-то! Вот он! Давайте его поприветствуем! Мы шли-шли-шли, и наконец-то мы пришли, Денис Коловин. Против него выступает наш гость из Кременчуга, спортивный клуб «Боец». Встречайте, Артем Мышко! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Боец» Продолжение следует... Продолжение следует... Первый раз тренируется в спортивном клубе «Высота Сафари» на Алексеевке. Продолжение следует... Забыли снять часть экипировки, да? Нет, крест надо снимать, цепочки, кресты можно порезать шею. Очень долго заживает... Низголовин без разведки сразу ринулся вперед... Мышко отвечает точными попаданиями руками... Вертушка выбивает опору... Подостудил пыл немножко харьковского бойца... Продолжает бить головин, заряженный... Я бы даже сказал, слишком заряженный... После этого сильно сожрал... Троечка от Кремльчурского бойца... Попадает в корпус... Удержал равновесие... Отыграл 1 очко... Ну, много пропущено... Да, как-то он сильно зажался... Сильно зажат... Мало бьет... Много пропускает... Харьковский боец... Сейчас, по-моему, Денис Головин больше от страха упал... Чем от пропущенного удара... Ну да... Несильный был ловкий... Нормально, нормально... Чек, чек... Чек, чек... Чек, чек... Чек, чек... Боится Стримчуга... Больше контрпанчеров ожидает... Ошибки... Включается быстрыми ударами... Руками... Сейчас решил паузу взять... Вот... Включился тройки... Устал ждать... Да, включился тройки... Пошел сам... Пропустил навстречу... Сейчас попал Головин... Да... И колено ставил хорошо... Звучит гонг... Не успел Головин... Завершить начатый разгром... У нас перерыв... Наши партнеры... Химфармзавод... Червоная зирка... Гриппомет... Быстро сомневается... Симптомы простуды и гриппа... Содержит суточную дозу витамина С... Одна упаковка на курс лечения... Климапин... В 40 лет жизнь только начинается... Рависол... Ритм молодости для сердца и сосудов... Сондакс... Возвращает сон... Отравление... Сорбимакс... Максимальный эффект по выгодной цене... Фитодент... В лечении и профилактике инфекций ротовой полости горла... Эксперт... На работе и в семье... Лад, гармонию и свет... Вам подарит фитосет... Хелискан... Укрепит иммунитет... Защитит от инфекции... Лицензия МОС номер 580-049 от 12... От 13-12-12 года... Перед применением лекарств... Необходимо проконсультироваться с врачом... И ознакомиться с инструкцией... Так, перерыв завершен... Второй раунд... Первый раунд такой был... Активный... Я думаю, второй будет активный... По идее, даже еще более активный должен быть... Оба нащупали слабые места в защите друг друга... Будут пытаться давить... У каждого были свои эпизоды удачные... Головин пытается поддавливать... Мишко контратакует... Успешная контратака... Но тем не менее... Пропустил хороший... Миддл кик корпус... Денис Головин пытается так раскачивать его... Маятник делает корпусом... Секунданты подсказывают, что много ходит... Не занят... У нас техническая пауза... Много воды... Налили... Много воды в линии... Налили... С рефери разберется... С этой лужей... Бой продолжен... Далеко... Далеко... Далеко начинает Денис Головин... Не попадает... Плохо стоит на ногах... Опять попался на прихват... Упал... Или медленно убирает ногу... Которая бьет... Удар наносит... Ну... Потому что и падает... Никто не хочет рисковать сейчас... В первом раунде... Попропускали оба... Теперь не рискуют... Ох... Какой свинг... Если попал... Было бы не сладко... Не попал здесь... Да... Но... А сейчас хорошо вышел... Не развил... И пропустил навстречу... Артем Мышко... Звучит гонг... Закончился второй раунд... Перерыв... Наш постоянный партнер... Химфармзавод... Червоная зирка... Акваспрей... Дыши свободно... Акваспрей... Реальный уход за полостью носа... Акваспрей... Избавит нос и горло... От микробов, вирусов и пыли... Венатон... Легкость ног в течение дня... Герпикон... Герпес под прицелом... Гриппомет... Быстро снимает симптомы простуды и гриппа... Содержит суточную дозу витамина С... Одна упаковка на курс лечения... Лицензия МОС... Номер АВ... 580-049... От 13-12-12 года... Перед... Применением... Необходимо проконсультироваться с врачом... И ознакомиться с инструкцией... Итак, у нас третий раунд... Раунд бойцы... Второй раунд, скажем так... Менее активно провели, чем первый... Боец из Кременчуга... Наносит хороший удар в корпус ногой... Выжидает... Боец из Кременчуга... Точно как... О... Хорошие удары рукой... Клинч... Взрывной боец из синего угла... Хорошо вышел с серией... Секунданты из красного угла советуют... Харьковскому бойцу идти активно вперед... Но он... Не слышит их... Старается... На расстоянии выдергивать... Ждет что-то... Не хочет нарываться... Видно на контратаку... Хорошие удары... Опять... Руками в голову... Бьет кременчужский боец... Удар корпус от харьковского бойца... Далеко... Далеко... Харьковский боец бьет... Не достает... Несильный лоу-кик... Дальше... 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 Да... Нашему харьковскому бойцу надо рисковать... Иначе он... Скажем так... Упустит победу... В третьем раунде пропустил несколько тяжелых удар руками... Поэтому... Видно... Сейчас не рискует идти... Сейчас попал двойка... На колено зашел... Конец третьего раунда... Ждем решения судей... Прекрасный бой продемонстрировали бойцы... И мы ждем решения судей... Это третий бой... Из сегодняшних шести боев... И так... Победу в этом бою одержал... Наш гость Артем Мышков! Кременчук, Харьков, 2-1! Артем Мышков, Кременчук, спортивный клуб «Боец» получает заслуженные аплодисменты! Ну что ж, а у нас четвертый бой... И в этом бою уже встретится... Харьков, Одесса! Давайте поаплодируем нашим гостям из Одессы... Ну и я представляю, как взорвется сейчас зал... Потому что за Харьков будет выступать боец из спортивного клуба «Сафари» Встречайте... Хушбах Талиев! Хушбах Талиев! Хушбах Талиев! Хушбах Талиев! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть такой ход у бойцов Сразу после объявления не выходить в ринг Дабы подразнить соперника Но сейчас Хужбахт судя по всему дразнит зрителей Ну что ж подождем Хужбахта Я напомню зрителям о том, что Постоянные партнеры арены Сафари Клуб отель Сафари Адрес улица Милиционера 23А Фитнес клуб Сафари Адрес проспект Московский 51А Фирма Стиль Сафари Все что нужно для спорта и здорового образа жизни Проспект Московский 47 Туристическая фирма Сафари Тур Сервис Адрес проспект Московский 47 2 этаж Охрана агентства Инекс Адрес улица Маршала Бажанова 4 Кафе Сиам Настоящая тайская кухня Адрес проспект Московский 47 2 этаж А также ресторан быстрого питания Чикин Хат Адрес проспект Московский 49 Мне сообщили, что Хушбахт Алиев сейчас готовится И у нас есть пауза примерно в 2-3 минуты Ну что ж Давайте тогда проведем небольшое интервью И проведем мы его с Олегом Рашкевичем Давайте поприветствуем Олега Рашкевича Это президент всей Украинской Федерации ММА Сейчас он здесь с нами Наш почетный гость Аплодисменты Олегу Рашкевичу И у меня есть вопрос Как вам сегодняшний бой? Замечательно Особенно нравится то, что наш турнир является уже достаточно популярным И количество зрителей каждый раз увеличивается Притом в геометрической прогрессе Я даже не понимаю, как мы в следующий раз всех сюда вместе Да, я посмотрю по залу Все больше и больше мест занятые Все меньше и меньше мест свободных Если есть операторы у нас в зале Они, конечно же, покажут сейчас, сколько людей здесь присутствует Буквально яблоку негде упасть Вы постоянно ходите на наши бои И, конечно же, замечаете о том, что все больше и больше людей сюда приходят Скажите, пожалуйста, сегодняшние бои, они чем-то отличаются от тех, которые были, кстати, вот неделю назад Две недели назад Ну, я скажу, что к каждому турниру бойцы подходят все с большим и большим вниманием И поэтому на каждый турнир уровень бойцов растет И это явно видно И я думаю, телезрители тоже это видят И насколько наш опрос подсказал мне Что наша аудитория, телевизионная именно аудитория На сегодняшний день уже одна из самых массовых аудиторий в этом виде спорта Ну что ж, большое спасибо Я желаю вам приятного просмотра Это был Олег Рожкевич, президент Украинской Федерации ММА Хужбак Толеев одевается И я тогда сделаю следующим образом Я думаю, наш гость из Одессы уже готов к выходу Мохаммад Сиваш Мохаммад Сиваш Одесса, спортивный клуб Комбат Я напомню, что Четвертый бой Это Муай Тай Про Проматоры Не профессионалы Вес бойцов до 71 килограмма Пять раундов по три минуты Рефери в ринге Натан Боровицкий И что ж Ждем нашего земляка Я объявляю Хужбак Толеев Харьков спортивный клуб Сафари Харьков спортивный клуб Сафари Харьков спортивный клуб Сафари Ну заставил поволноваться Заставил поволноваться Идет, танцует Хужбак Толеев Харьков спортивный клуб Сафари Харьков спортивный клуб Сафари Мы дождались основной части сегодняшнего вечера Профессиональные бои В ринге Хужбах Талиев Ему противостоит спортсмен из Одессы Махамад Сиваш Махамад тренируется под руководством Максима Неледвы Костянтин Лобойченко Костянтин Лобойченко Потому что ребята молодцы, они работают, их все больше Молодежь приобщается к спортивному образу жизни, к здоровому образу жизни Здесь не только бойцы тайского бокса и фрифайта Здесь гости также и воркаут, и молодежь харьковская, и студенты, и активисты, которые хотят Харьков сделать лучше Мы объединяем все усилия и всех молодых ребят вы можете видеть здесь И здесь не только спортсмены, а также интеллектуалы, юристы Все ребята, всем это нравится, все приобщаются И мы вместе собираемся, нам здесь нравится, мы всегда рады собираться здесь Спасибо Спасибо И мы Straka Спасибо Спасибо Продолжение следует... 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 Итак, заканчивается перерыв. Второй раунд. Первый раунд был рваными темпами. Бойцы вначале активно проводили бой, потом немного сбавили обороты, потом опять активно. Настоящая интрига. Впереди еще 4 раунда, я бы так не накручивал. Это же профессионалы. Каждый удар может быть последним. Вообще это мой тай. Любой удар может быть последним. И любительский, и про аматорский ринг не терпит прохладного к себе отношения. А у нас второй раунд. Секунданты подсказывают кушбахту, чтобы он немножко расслабился, более плавно проводил бой. Кушбахты не зажат. Вообще скажу, ребята, не зажатые. Видно, профессионалы бьют сильно, двигаются плавно. Ну да, без резких каких-то шелухих. Сейчас прошел удар по корпусу в исполнении Алиева. Контратака в исполнении Севаша. Севаш так ногу поймал и троечку пробил голову. Не получился удар коленом. Далеко, далеко начинает Алиев. Надо поближе. Не попал. Нравится Севаш. Удар Супермена не получился. С локтем заходит Алиев. Здарил в корпус, показал Алиев, что у него хороший пресс. Алиев ответил в корпус. Начинает играться Алиев. Севаш заряжается. Алиев подскальзывается. Бой продолжен. Да, у нас настоящий тайский бокс. Бойцы не спешат, пытаются обыграть друг друга во втором раунде. И нету никакой шелухи, ненужных движений. Фронт-кик. О-о-о! Какой крутой! Колено! Колено! По-моему, боец из-за детства думал у него рассечение. Рефери открывает счет. После удара локтем, видимо, рассечение у Мохаммада Севаша. Да, он хороший удар локтем пропустил. Аплодисменты нашего гостя. Ну, а сейчас прозвучать аплодисменты Хужбахту Алиеву. Аплодисменты нашего гостя. Да, очень жаль. Хороший бой. Жалко, если он так рано закончится. Не хотелось бы. Хотя вроде бы рассечение на лбу. Бой продолжается. Удар с разворота Алиев. Звучит гонг. Закончился второй раунд. Перерыв. АПЛОДИСМЕНТЫ Информация для телезрителей. Зрители в зале. Сафари-Арена выражает благодарность нашим постоянным партнерам заводу «Березовские минеральные воды» и лично генеральному директору Тимошевскому Дмитрию Викторовичу. «Березовская вода – чистая вода для чистых побед». Наш друг и партнер «Химфармзавод» «Червоная зерка». Гриппомед. Быстро снимает симптомы простуды и гриппа. Содержит суточную дозу витамина С. Одна упаковка на курс лечения. Климапин. 40 лет жизнь только начинается. Рависол. Ритм молодости для сердца и сосудов. Сондакс. Возвращает сон. Отравление. Сорбимакс. Максимальный эффект по выгодной цене. Фитодент. В лечении и профилактике инфекции ротовой полости горла. Эксперт. Лицензия МОЗ Украины. Номер АВ 580 049 от 13. 12. 12 года. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Ассистирует Хужбах Толиеву его тренер Максим Фидорков. Чемпион мира и Европы. Все ваши аплодисменты. Меня поправили. Олег Цуканов тренер. Ассистирует Максим Фидорков. И так у нас третий раунд замечательного боя. Хороший бой. Хужбах Толиев. Шарьков. Мохаммад Сиваш. Одесса. Сиваш пошел вперед. Хороший раунд кик бьет Алиев в корпус. Сиваш больше руками работает. Это как-то больше кикбоксерская техника от ведения боя. Кто на шоу учился. Тем не менее он выступает по правилам тайского бокса. Да. Поэтому челночок. Попытка удара локтем. Далеко начал Хужбахт. Да. Но очень такой хороший. Он сейчас и пытается на локти брать. У Хужбахта очень хороший технический арсенал. Он бьет все. Он бьет ноги. Он бьет колени. Вот сейчас прошел удар коленом. Рефери открывает счет. Нокдаун. Пропустил в печень удар коленом. Корпус я, к сожалению, не увидел. У вас все ворс. Четко в печень левая колена. Отказывается от продолжения боя. У нас определился победитель. Хужбахт Алиев. Прочее кончание боя. Хужбахт Алиев. Харьков спортивный клуб. Сафари. Прекрасный бой. Досрочное окончание боя. Пятый бой. ММА. Профессионалы. Вес бойцов до 70 килограммов. Три раунда по три минуты. Рефери в ринге. Антон Бланк. В этом бою встретятся бойцы из города Харьков. Спортивный клуб «Сафари» против «Харьков Топ Тим». Итак, в красный угол ринга приглашается боец из спортивного клуба «Сафари». Встречайте, Артем Злобин! Встречайте, Артем Злобин! Харьков спортивный клуб «Сафари». В синий угол ринга приглашается боец из спортивного клуба «Харьков Топ Тим». Встречайте, Сергей Гвоздицкий! Встречайте, Сергей Гвоздицкий! Встречайте, Сергей Гвоздицкий! Итак, у нас ММА. ММА, вес спортсменов до 70 килограмм, Артем Злобин, Харьков спортивный клуб Сафари, Сергей Гвоздицкий, Харьков, Харьков топ-тим. Гвоздицкий сразу пошел в ноги, ММА проходят без разведки. Опять попытка прохода в корпус Гвоздицкого, Злобин защищается. Переводят Гвоздицкий в партер. Красивое место, поднимает, бьет в помост Сергей Гвоздицкий, Артема Злобина. Держит защиту, вяжет руки, держит ногами, мешает работать Сергею Гвоздицкому. Сейчас неплохо, он снизу работает, пытается ноги закинуть на треугольник. Пока не получается. Сейчас будет, наверное, красиво. Не стал, было бы очень зрелищно. Положение лежа. Неплохо, так руками бьет. Артем Злобин, двоечки, троечки. Хорошо, снизу очень защищаются. Пропускает голову ногой Сергей Гвоздицкий, от лежащего на полу оппонента, берет ногу на болевой. Злобин встает, продолжает наносить удары из любого положения, бьет в голову. Опять Гвоздицкий сверху оказывается. О, хороший удар справа. Теперь бьет Гвоздицкий. Скинул ноги, прошел гард. О, хорошая позиция. Развивает позиции на земле Артема Злобина. Злобин вяжет, еще 15 секунд. Злобину надо дотерпеть. Гвоздицкий в позиции хума. Он хорошо обрабатывает голову соперника. Не успел. Как у нас определился победитель. Продолжение следует. Продолжение следует. Поговорим. Продолжение следует. спорт мы все прекрасно тоже наблюдали за этим победу одержал сергей гвоздицкий награждение проводит иван крыленко соятник харьковского городского головы сергей гвоздицкий харьков спортивный клуб харьков топ-тим ну что у нас заключительный бой заключительной телевизионной трансляции в этом году естественно организаторы подготовили для вас сюрприз это будет не обычный бой очень красивый бой это будет супер бой и я немножко поменяю свой текст и вначале приглашу в ринг нашего гостя из беларуси из города минска спортивный клуб джейка д вот такое необычное название давайте поприветствуем сегодня у нас не просто харьков-минск у нас украина беларусь бой финальный встречайте мефодий пилипенок мефодий пилипенок беларусь минск это мой тай профессионалы вес бойцов до 67 килограммов вас ждет пять раундов но и против него выступает боец из спортивного клуба сафари из города харькова украины встречайте федор черкаши да 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 федор черкаши а а а а а супер бой мой тай весовая категория до 67 килограмм федор черкашин украина мефодий пилитона беларусь мефодий чемпион беларуси по муай тай победитель республиканских международных турниров по мм и разносторонний спортсмен федор черкашин известный спортсмен зрителям лиги бойцовской арены сафари белимены судья национальной категории антон бланк антон подведите итоги этого года расскажите что изменилось что приобрелось нового опыт какой в клубе сафари что-то изменилось ну год был очень насыщенный ребята выступали каждую неделю это дало свои плоды ребята росли спортсмен растет в боях поэтому ребята очень сильно выросли за этот год есть результаты уже на международном уровне это большой показатель это исключительно благодаря этой лиге а какой самый яркий бой был вот за этот год трудно сказать выделить какой-то конкретный потому что каждую неделю получается все ярче и ярче поэтому какой-то конкретно я даже не скажу на прошлой неделе очень яркий был бой сухайба тахата мне очень понравился сподеваемся еще и наступном уроке у нас так уж будут яскраве бои деками продолжает танцевать в икру федор не сторонник ловить или рубать соперника в икру но многие профессионалы не делал соперника надо уважать это профессиональный спорт долин молот соперника не было бойца работал деньги и плюс любой кто выходит в ринг всегда заслуживает огромного жения федор вышел сразу ударил фронт гиг федор вышел на замену на этот бой белорусский спортсмен готовился к бою с валерием абраменко к сожалению валерав травмировался федя заменил своего товарища в ринге федоров значительно выше своего соперника федя сухой хороший хайкик федора черкашина серия джебов пока черкашин в одну калитку обыгрывает своего оппонента из белоруссии расстреливать не дает в ходе пилипенок наверно хочет ворваться на ближнюю дистанцию хорошая правая прошла от федора черкашина позиционная сейчас борьба небольшая колено бьет черкашин джеб хороший лоу кик белорусский спортсмен я смотрю не реагирует на лоу кики не делает подставки сейчас федор сделал подставочку отпустил белоруса федор пристрелялся кидает джебы бьет лоу контролирует бой не дает ничего делать к лепенку надо подходить потому что проигрывает в кондициях ноги гораздо короче хоть и толще федя хорошо дистанцию удар с разворота филипенок крутит маятник звучит гонк перерыв организаторы бортеры наши партнеры спортивный клуб сафари джим объявляет набор в секции тайского бокса для детей и взрослых адрес проспект московский 47 а спортивный клуб харьков топ тим настоящий ммэй для каждого для всех спортивный клуб расположен по адресу улица космонавтов 3 клуб отель сафари адрес улица милиционера 23 а фитнес-клуб сафари здесь есть все для вашего здоровья адрес проспект московский 51 а фирма стиль сафари все что нужно для спорта и здорового образа жизни проспект московский 47 туристическая фирма сафари тур сервис адрес проспект московский 47 второй этаж охрана агентства и некс адрес улица маршала бажанова 4 кафе сиам настоящая тайская кухня адрес проспект московский 47 второй этаж и ресторан быстрого питания чекен хат адрес проспект московский 49 перерыв перерыв две минуты в профессиональном уют айт а а а и 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 Черкашин пристрелялся в первом раунде, активнее был, вел полностью раунд, даже не вел, но контролировал. Вот и сейчас вроде бы Беларусь прихватил ногу и тут же с нее пропустил толчок. Сейчас удалось наконец-то прорваться Беларусу на ближнюю дистанцию и пропустить колено в корпус. Хайкик в голову проходит. Не дает Федя подойти Беларусу никак. Держит, держит на дистанции, контролирует бой. Не прибивает, но и ничего не дает делать. Сейчас попал. Хорошая серия удара. Красивая. Оооо, вот это удар. Вот это удар. Да, Филипенок немножко поплыл. Красиво. И неожиданно самое главное. Далеко бьет Филипенок. Пропускает колено в корпус. Пропускает лоу. Ни одной подставки не сделал Мефодий Филипенок. Федор дает выйти беларусскому спортсмену из угла. Бойца из Беларуси кровотечения из ног. С зрителями просьба поддержать под все аплодисментами. Аплодисментами. Бой продолжается. Федор просит бойца. Да, пошел на него. Тянет на себя. Встречает хайкиком. Пропускает лоу. Хороший лоу. Много обманных движений делает Федор Черкаш. Запутывает соперника. Соперник и так запутан, зажат. Да, потому что удары летят со всех. Звучит гонг. И спортсмены отправляются отдыхать. Прекрасный бой демонстрируют бойцы. А я напомню о том, что наши друзья и партнеры. Клуб отель Safari, адрес улица Милиционера 23А. Фитнес-клуб Safari. Здесь есть все для вашего здоровья. Safari Gym спортивный клуб объявляет набор в секции тайского бокса для детей и взрослых. Харьков Топ Тим. Настоящий ММА для всех. Спортивный клуб. Адрес улица Космонавтов 3. Safari Arena выражает благодарность нашим постоянным партнерам. Заводу Березовский Минеральные Воды. Лично генеральному директору Тимашевскому Дмитрию Викторовичу. Березовская вода чистая вода для чистых побед. Химфарм Завод Червона Зирка. Наш постоянный партнер. Акваспрей, дыши свободно. Акваспрей, идеальный уход за полостью носа. Акваспрей, сбавит нос и горло от микропов, вирусов и пыли. Венатон, легкость ног в течение дня. Гриппомед быстро снимает симптомы простуды и гриппа. Лицензия МОЗ номер АВ 580-049 от 13-12-12 года. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Так у нас заканчивается перерыв. Третий раунд на носу. Очень тяжело приходится в этом бою. Сегодня по себе вы передали бойцы очень просят, чтобы их поддержать аплодисментами. Особенно поддержка нужна белорусскому бойцу. Нелегко в этом бою. Разбит нос. Да, сказывается разница в росте. Белорусы знали, куда ехали, условия боя были известны заранее. Они знали, что соперник поменяется? Да. Они сами попросили этого соперника больше того. Вот. Ну так, да. Так сказать, выразили желание поработать именно с Черкашиным, а не с кем-то другим. Хорошо, Черкашин сейчас ушел. Стреляет хайкики, Черкашин бьет колени. Так, кстати, Филипенок ни разу так и не поймал ногу Черкашину. Не, он ловил ногу и тут же с него пропускал. А, один раз, да, с него пропустил, после этого перестал ловить ногу. Хороший удар слева. Как качают корпусом. Бойца из Белоруссии прошут поднять руки, потому что много ударов. Головы уйдут ногой высокий. Хороший локоть от Филипенок проходит. Красиво Федор Черкашин работает. Очень красиво. Подходит, все так грациозно. Кто отпускает своего соперника, то суетит его, обманывает, действует разносторонне, грамотно. Да, да, и дает как бы сопернику немного проявить инициативу. В то же время ничего не дает делать. Ничего не дает, да, так очень интересно. Удар с прыжка. Еще один красивый удар в исполнении Феди Черкашина. Хайкик с прыжка. Филипенка повело. Федя не добивает, благородно себя ведет. Да, да, дает. Сейчас дал поработать. Да, Филипенок нанес несколько ударов. Черкашин отвечает. Хорошо дал подсечку. Выбил опору. Последние секунды раунда. Звучит гонг, и спортсмены отправляются отбирать. Заслуженные аплодисменты прозвучали для бойцов. Ну а я продолжу информацию для телезрителей и зрителей в зале. Организаторы турнира. Всеукраинский интернет-провайдер Триалан. Харьковская областная федерация аматорского МОЭДАИ. Харьковская областная федерация аматорского К1. Всеукраинская федерация фри-файта и контактных единоборств. Президент Украинской федерации ММА Олег Рашкевич. Украинский центр спортивно-культурных традиций Таиланда. Адрес проспект Московский, 47. Сафари-холл. Адрес проспект Московский, 47. Сафари-джим спортивный клуб объявляет набор в секции тайского бокса для детей и взрослых. Адрес проспект Московский, 47А. Харьков ТОП-тим. Настоящий ММА для всех. Спортивный клуб. Адрес улица Космонавтов, 3. Напоминаю, что это заключительный бой заключительного эфира в этом году. В красном углу ринга Федор Черкашин. Украина, Харьков. Спортивный клуб Сафари. В синем углу ринга наш гость из Белоруссии, город Минск, Мефодий Пилипенок. Ему аплодисменты, пожалуйста. Наш гость – Мефодий Пилипенок. Мефодий Пилипенок. Да, быстро вечер пролетает. Хорошие бои. Незаметно. Плотные бои. Зрители на ушах в зале. Надеюсь, телевизионные телезрители тоже переживают и болеют. Я смотрю, многие спортсмены, которые у нас выступали, с интересом следят за этим боем. Стоят в зале, возле ринга. Ну, конечно. Может, кто-то свой вес держит примерно из этих бойцов и смотрит, как дальше, если в будущем встречаться. А может, будет рассказывать, что он был на боях, например, Федора Черкашина. Так они рассказывают, они фотографироваются, они выкладывают фотографии в социальные сети, обмениваются мнениями, комментируют бои, там, интересные моменты. Да, Федя как-то так резво взялся в третьем раунде. Пошел вперед, сейчас чуть-чуть сбавил обороты. Хорошая колена. Колена. А Черкашин все колени пробивал хорошо. В этом бою очень много ударов руками демонстрирует. Хорошие джебы очень проходят от него. Вытягивает, да, под боковой удар. Лоу. Попадает. Колено. Белорусский боец демонстрирует хорошую стойкость. Силу духа не теряет, скажем так, веры в себя, пытается идти вперед, не смотря на разницу в классе и в антропометрии. Колено пробивает Черкашин. Вот так, вот так, вот так, вот так. Промахивается локтем. Опасный очень был удар. Устал Филипенок. Боковой удар бьет Черкашин с разворота. Попадает коленом. Небольшой успех. Филипенка. Два боковых справа пробивает. Еще. Федор во время боя успевает осмотреть зал. Как реагирует на его бой. Зрители. Хороший джеб. Несмотря на джеб, Филипенок пытается идти вперед. А у нас завершился раунд и спортсмены отправляются отдыхать. Браво, браво, красивый бой. Наш партнер. Химфармзавод. Червона Зирка. Гриппомед. Быстро снимает симптомы простуды. И гриппа. Содержит суточную дозу витамина С. Одна упаковка на курс лечения. Климапин. В 40 лет жизнь только начинается. Рависол. Ритм молодости для сердца и сосудов. Сондакс. Возвращает сон. Отравление. Сорбимакс. Максимальный эффект по выгодной цене. Фитодент. В лечении профилактики инфекций ротовой полости и горла. Эксперт. На работе и в семье лад, гармонию и свет вам подарит фитосет. Хилискан. Укрепит иммунитет. Защитит от инфекции. Лицензия МОЗ номер АВ 580-049 от 13-12-12 года. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Награждение победителя этого боя проведет почетный президент спортивного клуба «Сафари» Александр Попов. «Сафари». Быстро пролетает бой. У нас последний раунд. У нас последний раунд. в этом бою. Федор опять пошел вперед. «Сафари» Интрига сейчас боя состоит в том, достает для белорусских спортсменов до конца боя. Как мы видим, у него с духом все хорошо, главное не пропустить. Хороший удар в печень от Федора Черкашина. Еще один удар. Еще печень. Беларусь стоит из последних сил, подсаживается уже под удары. Еще печень. Стандарт пытается завести белорусского спортсмена, чтобы он взорвался. Хорошо. Белорусский спортсмен демонстрирует стойкость. Молодцы. Нет сил, нет силы белоруса, не бьет. Да, да. Но держит, держит удары, терпит. Пять подряд ударов в печень пропустил. Раз ворота, Федор промахивается. Пять в печень. Подскальзывается белорусский спортсмен. Рейтери открывает счет. Говорит, не было разрыва. Не, он коленом пропустил после этого. Как бы пошел назад и подскальзывается. Дает восстановиться Черкашин. Чувствует, что победил. Поднимает руку. Да, дает доработать. Не добивает. Ну, это благородно. Я слышал в Таиланде, да, часто тоже спортсмены. Считается почетным. Часто тайцы отпускают от оппонентов. Белорусский спортсмен. Хорошо, ушел. Пропустил два удара. Звучит гон. Простем решение судей. Награждение победителя проводит почетный президент спортивного клуба «Сафари» Александр Попов. Уважаемые зрители и телезрители. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали белорусскому спортсмену, который показал достойный бой. Потому что он согласился на бой с меньшим весом. Но я хочу, чтобы вы поаплодировали Федору, у которого вчера было 38 температур. Поэтому сегодня победит сильнейший, но я думаю, сегодняшний бой достойное завершение нашего 2013 года. А теперь, наверное, объявление победителя. Итак, бойцов, просьба подойти к середине ринга. Победу в этом бою одержал Федор Черкашин. Харьков, Украина. Прекрасный, грациозный бой. Спасибо, Федор. Поступок настоящего джентльмена. Он отдал кубок в зеркальную струю нашему гостю, Мефодию Пилипенок. И, конечно же, фото на память. Прекрасное окончание турнира, прекрасное завершение года. Тренер Федора, вся команда. Фото на память. Еще раз большое спасибо. С наступающим Новым Годом вас. И я завершаю эфир. Режиссер Ибрагим Херхара. Комментировали Олег Боровицкий и Валентин Квит. Звукорежиссер Сергей Токарев. Провел прямую трансляцию Владислав Жуков. Всего доброго. С Новым Годом, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш прямой эфир добега к концу. Дякуємо, что протягом сезона залишалися з нами, спостерігали за боями, волювали за бійців. Залишайте побажати вам гарних свят и до наступних зустрічей у Новому році. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин